Советская пропаганда сделала этого монстра символом победы. Народный маршал был патологически жесток, чрезвычайно высокомерен и изуверски относился к собственным солдатам. Если вы уже наслышаны о сомнительных заслугах Жукова Георгия Константиновича, знайте, на самом деле все было еще значительно хуже. И об этом в сегодняшнем видео. Маршалу Жукову ставят в России памятники, в его честь учреждают ордена и медали, а также объявляют величайшим полководцем Второй мировой войны. Это странно, ведь Жуков несет личную ответственность за неготовность Красной Армии к началу войны с нацистской Германией, что привело к жуткой трагедии в мировой военной практике. В окружении Сталина наиболее здравомыслящим считался маршал Василевский, который планировал и руководил большинством военно-стратегических операций с 1942 по 1945 годы. Маршала Жукова запомнили на фронте по его жуткой матерщине и расстрелам военнослужащих. Солдаты, к которым он относился не иначе, как к расходному материалу, называли его «мясник». Однако свидетели секты Победа Бесия предпочитают не считать, сколько солдат зазря положил Жуков в свою и чужую землю. Мол, был строг, но справедлив. Не щадил других, но не щадил и себя. И был истинным страдальцем за правду, испытав две незаслуженные опалы. При Сталине в 46-м и при Хрущеве в 57-м. Партийные вожди, дескать, не могли долго терпеть рядом с собой независимо мыслящего и решительного маршала, якобы отстаивавшего перед властителями подлинные интересы народа. Однако любые попытки каким-то образом оправдать личность маршала разбиваются об один только документ, вышедший из-под пера Жукова в его бытность командующим Ленинградским фронтом. Это шифрограмма номер 4976 от 28 сентября 1941 года. Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращении из плена они также будут все расстреляны. На основе этой шифрограммы Жукова начальник политического управления Балтфлота издал директиву номер 110С, в которой указал «Разъяснить всему личному составу кораблей и частей, что все семьи краснофлотцев, красноармейцев и командиров, перешедших на сторону врага, сдавшихся в плен врагу, будут немедленно расстреливаться, как семьи предателей и изменников родины, а также будут расстреливаться и все перебежавшие, сдавшиеся в плен врагу по их возвращении из плена». Достоянием широкой общественности директива на основе шифрограммы Жукова стала благодаря официальному письму начальника главного политуправления флота Ивана Рогова секретарю ЦК ВКПБ Георгию Маленкову. В этом документе Рогов пишет о том, что шифрограмма Жукова противоречит указаниям сталинского приказа номер 270. Однако какие-либо резолюции на письме отсутствуют, кроме того, что Маленков ознакомился с текстом. Стоит сказать, что в России до сих пор многие архивные документы засекречены, потому что считается, что их раскрытие нанесет вред государственным интересам. Именно поэтому оригинал директивы наглухо спрятан в секретных архивах и никогда не был обнародован. Однако письмо с приведенными текстами интересующих нас документов существует в открытом доступе и является несомненным доказательством подлинности того, что Жуковский Людоевский приказ предусматривал расстрел невинных женщин и детей, вплоть до грудных младенцев. Еще одним доказательством того, что подобное изуверство имело место быть, является один интересный документ. Протокол допроса командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта Власова в штабе 18-й армии от 15 июля 1942 года. И там, среди прочего, генерал сообщает немцам, что семьи перебежчиков, как правило, больше не расстреливаются, за исключением семей перебежавших командиров. Текст протокола приведен в официальном российском двухтомном научном издании «Генерал Власов. История предательства», изданном в Москве в 2015 году, том 1-й, страница 90. То есть получается, что как минимум год точно, с середины 1941 по середину 1942 по приказу Жукова полностью истреблялись семьи взятых в плен красноармейцев. Старики, женщины, дети. Вдумайтесь в это. Конечно же, теперь понятно, почему большинство документов Второй мировой покоятся в России в закрытых архивах. А иначе бы российское общество содрогнулось от того, каким людоедам они ставят памятники и каких нелюдей считают своими героями. В сравнении с этим приказом Жукова воспоминания о том, что он бил морды генералам и полковникам или как чуть не устроил перестрелку на заседании военного совета смотрятся как детские шалости. Сталинский приказ номер 270, вышедший месяцем ранее, был гораздо милосерднее. Семьи сдавшихся в плен красноармейцев он предписывал только лишать государственного пособия. Получается, что народный полководец Жуков в своей жестокости был готов превзойти отца народов. Кажется, что у него это получилось. Во время обороны Москвы в ноябре 1941 года Георгий Жуков отдавал начальникам в штабов армии приказы лично выезжать на фронт и там самолично и твердой рукой проводить массовые расстрелы личного состава Красной Армии. А уж с тем, что Жуков положил солдат больше, чем любой другой военачальник в мире, не спорят, кажется, даже его апологеты. Тут и поражение Юго-Западного фронта в первые дни войны, и кровопролитные и безуспешные атаки Западного фронта на Ржевско-Вяземский плацдарм в 1942 году, и берлинская операция, когда Жуков спешил захватить столицу Третьего рейха раньше союзников, ценой огромных, бессмысленных потерь. Я не буду в который раз повторять о том, как этот гениальный в кавычках полководец разминировал минные поля с помощью пехоты, отправляя красноармейцев прямо на мины, на верную погибель. Жуков цинично называл это сопутствующими потерями, и без зазрения совести хвастался своим методом разминирования перед американскими генералами. Вы наверняка слышали эту людоедскую историю, поэтому детализировать ее не имеет смысла. Еще один подвиг народного маршала – банальное мародерство. Жукова даже хотели судить за вывезенные, награбленные у гражданского населения поверженной Германии ценности и сокровища искусства. В объяснительном письме маршал просил Сталина не наказывать его строго и выдавал награбленные за добровольные подарки благодарных немцев. Другая, а также известная история, когда Жуков послал десятки тысяч людей на верную смерть во время испытаний ядерного оружия на засекреченном тогда Тотском полигоне. Точное число погибших от последствий влияния радиации в результате испытаний до сих пор не сообщается. Под сенью ядерного гриба оказались 45 тысяч военнослужащих разных родов войск. Что касается жителей деревень, ближайших к полигону, то перед бомбометанием они были вместе с домашним скотом временно эвакуированы и укрывались за холмами. Остальных же просто предупредили, что не возымело никакого действия. Люди, наоборот, забрались на крыши и стали наблюдать за развитием событий через закопченные стекла. Известно, что в зоне Тотского радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза. Число врожденных аномалий увеличилось на 60%. В 7 раз увеличилась заболеваемость лимфатической и кровотворной систем. В разы увеличились другие виды патологий. Вспомним, что первый свой орден в Красной Армии Жуков получил за чисто карательную операцию подавление крестьянского восстания на Тамбовщине в 1921 году. Тогда он командовал эскадроном. А последней, четвертой золотой звезды Героя Советского Союза, маршал, уже в должности министра обороны, удостоился в декабре 1956 года. Не только в связи с 60-летием, но и за жестокое подавление антикоммунистического восстания венгерского народа. Наверное, символично, что свою карьеру Жуков начал и кончил как каратель. Впрочем, в российской истории это далеко не уникальный случай, когда из негодяя и тирана делают национального героя и всенародный фетиш. Монстрам и людоедам в этой империи зла поклонялись издавна и будут поклоняться еще долго. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Поддерживайте автора на Patreon, где вы сможете смотреть видео до официальных премьер, а также иметь доступ к дополнительным материалам. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok